Привет, Влад Мила. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, наверное, в первую очередь нужно сказать следующее. Вы повествуете о своих собственных страхах и переживаниях. Когда говорите про его сомнение, потому что очевидно, что когда человек кому-то не доверяет, да, он не доверяет в первую очередь. Он не может положиться сам на себя. Это первое. На что нужно вам обратить свое внимание. Следующий важный момент. Вы пишите, что боитесь потерять. Это очень интересно, потому что потерять можно только то, что вам принадлежит. А человек вам принадлежать не может. И уж совершенно точно можно сказать, что... Любовь не предполагает попытки удержать. У вас, ну... Ситуация несколько иная, да, вы боитесь потерять. Вы боитесь потерять, значит, что-то для себя вы пытаетесь здесь, грубо говоря, получить что-то для себя вы пытаетесь удержать. Ну, вам тут хочется что-то для себя получать, когда вы вместе с этим человеком. Что, собственно, и делает вас... Ну, такой вот... Зависимый. На мой взгляд. Это можно скорректировать, можно сделать вас более... Такой... Устойчивый в отношениях... В отношениях, чтобы вы... Не... Не... Ну... Чтобы вы... Не чувствовали... Себя... Уязвимой. Чтобы вы не боялись. Чтобы не зависели... От... Человека. Но для этого, правда... Нужно... Как минимум... Поработать с самооценкой и уверенностью в себе. Потому что сейчас, на данный момент, этого... У вас, прямо скажем... Нет. Или если есть, то очень... Очень и очень... Немного... Немного... Вот. Ну... Дальше. Следующий момент. Это... Ссоры. Из-за чего вы ссоритесь? Со своим молодым человеком. Я в том, что... Ссоры... Никогда не происходят на ровном месте. У... Ссор... Ссор... Всегда... Эм... Есть... Причины. Да? А... Вот. А... И... И... Как правило... Эти причины... Эти причины... Эм... Эм... связанные с страхом людей, со страхом перед близостью, вот, перед проявлением чувств и так далее. Это тоже то, что можно и нужно вам скорректировать, чтобы вы не вносили свой вклад в Сервис. И тогда ситуация будет для вас складываться гораздо лучше, чем она складывается сейчас, например. Следующий момент, что вас объединяет с человеком, что между вами общего, насколько много между вами общего, если оно это самое общее и так далее, что вас связывает. Так, теперь давайте разберём ваш текст. На данный момент я в отношениях с молодым человеком 10 месяцев. 10 месяцев срок довольно большой, но это не кризис, не кризисный срок, не кризисное время. Сейчас такая проблема и есть сомнения по поводу него. Сомнения такие, как он не мой, может он меня разлюбил или я его разлюбила. Ну здесь важно понимать значимость отношений. Если значимость высокая, то это одно дело, нужно смотреть, чем она высокая. Ну, скажем так, что делает её более высокая, скажем так. Вот. Дальше. Так, значит, ну, по поводу того, что он ваш, я говорил, это чувство собственничества. Ранее у нас были ссоры, две ссоры, может быть, ссоры из-за чего? Вот. Какие, ну, причины конфликтов какие? Очень важно, потому что это проблемы. И проблемы с простым, ну, примирением не решаются. То есть тут именно, что нужно какие-то вещи менять в себе или, там, молодому человеку. Нужно что-то менять в себя. Дальше идём. Где-то перед девятым месяцем месяц было такое, мы поссорились, а потом появились такие мысли, как сейчас. Это говорит о неустойчивости ваших чувств в первую очередь. Это говорит о неустойчивости ваших эмоций по отношению к человеку. Вот. Это говорит о набранности на себя. То есть, ну, с таким вот отношением, да, вы не, вы, может быть, не готовы. В этом нет ничего страшного, ничего плохого, просто вот не готовы. Вот. Либо, может быть, у вас начинаются некие ассоциации, вот. Ну, такое, в принципе, тоже вполне может быть, когда, допустим, если у вас был некий некий неудачный опыт, скажем, скажем, да, неудачный опыт. Ну, допустим, неудачный опыт взаимодействия, там, с людьми, когда вы ссорились. Или неудачный опыт, там, достижения своих интерьеров, или что-то еще. Ну, вот, какой-то неудачный опыт взаимодействия, вы неудачный негативно реагируете на ссоры. Ну, другое дело, что негативно, негативно, но нужно все-таки стараться, стараться, да, смотреть на то, что именно вы хотите, хотите. Например, сказать в конфликте, что вас беспокоит, что вас тревожит в конфликте. Это важно. А то, так, получается, что ссора, ради ссоры, это не лучший расклад для, для, ну, вообще, для отношений, для вас. Самое главное, что история может повториться, вот что самое неприятное здесь. И если история повторится, то сам понимает, что ваши отношения будут становиться все хуже и хуже, потому что все больше и больше они будут ассоциироваться именно с какими-то негативными. Аспектами. Вот. Что, конечно, нехорошо. Совсем нехорошо. Вот. Ну, это вот то, что я мог бы вам сказать здесь. Дальше. Хоть после ссора опять эти месяцы расставаться не хочу ли бы, ибо люблю уважать? Да. Ну, я вам верю, что вы любите человека уважать, но было бы неплохо, если бы вы немножко поподробнее исследовали бы это чувство. Да. То есть, вот что вы вкладываете, например, в любовь, что вы вкладываете в уважение, как это, например, вяжется с тем, что вы боитесь человека потерять. Вот. То есть, все вот эти вот аспекты, да, их нужно, как мне, представляется, рассмотреть, потому что момент серьезный, вот, ну и будет не очень, ну, было бы не очень здорово, если бы вы, там, к примеру, если вы себя обманываете, например, да, если вы себя как-то вот вводите в иллюзию, вот, мне кажется, что это неживательный момент. Так, вижу, как поменялось сообщение, нет как-то милости, как раньше, и так далее. Ну, смотрите, здесь вы говорите про то, что, что, образно говоря, хочется вам, то есть, милостей, условно говоря, милостей, хочется вам. Понимаете? То есть, вам, грубо говоря, они нужны, милостей, вам этого не хватает. Вопрос заключается в том, почему? Ну, может быть, у человека просто сейчас такой период, или он переживает примерно то же самое, допустим, что и вы переживаете. Да, например, такое вполне реально, а вам не хватает милости. И дело в том, что это плохо, что вам их не хватает, а дело в том, чтобы вы для себя определили, чего именно конкретно вам не хватает. Чтобы, чтобы прямо постарались определить, если нужно, то в том числе и с психологом. Вот. Ну, в этом направлении поработать, потому что элемент достаточно важный. Вы здесь говорите о своей собственной заинтересованности в том, чтобы ваши отношения выстраивались, ну, вот по какому-то определенному, значит, ключу, по какому-то определенному сценарию. А у людей, вот, ну, в данном случае у вашего молодого человека, ну, могут быть свои представления о том, как эти самые отношения могут развиваться. Так, значит, не знаю, что делать, я не хочу потерять и люблю, но мысли попугают. Ну, здесь вы сомневаетесь, я думаю, что нужно понять, в чем именно вы сомневаетесь. Ну, вот, природу этих сомнений, то есть тут вы идете в некое такое, можно сказать, расхождение с... ...все... ...все... ...аааа... ...наше... ...наше... ...с... ...с... ...с...с...самой собой пойдет. Вот. Вот это важно, чтобы одно у вас не путалось с другим. Потому что сейчас именно так происходит, что что-то своё личное, вы пытаетесь наложить, грубо говоря, на отношения. Ну это приводит вот столько лишь к негативу, в данном случае к такому негативу, который вы в принципе описываете. То есть это мысли, это такая вот чрезмерная значимость отношений и так далее. Вот. В итоге всё это приводит только к потере спонтанности и всё. Дальше. Он меня любит, это видно по поступкам, постоянно заботится. Ну и опять же вопрос, насколько для вас важно, что именно человек вас любит, а не вы сами, да? Что для вас значит любви и почему вы занимаетесь в его любви, например. Да? Но действительно опять же здесь как бы много упирается в то, что вам вот нужны отношения и любовь нужна. Понимаете? А не просто вот вы хотите там что-то человеку дарить, что-то человеку давать. И это конечно серьёзная проблема. Да, точно. Для вас. Дальше. Так, слышала, что это как кризис в отношениях или этап, но не уверена, что это оно. Я был очень уверен, что это не оно. Этап может быть, но у вас есть системные проблемы ссоры. То есть если бы ссоры не было, можно было бы говорить про этап, да? Да, можно было бы сказать, что кризис, но если у вас есть вполне конкретные проблемы ссоры и соответственно пока причины ссор не будут откорректированы, во-первых, они будут повторяться, а во-вторых, подобные места будут приходить, потому что подсознание, оно пытается вас защитить. Если видят, что есть негатив, то с человеком лучше не оставаться, от которого негатив. Дальше. Не могу справиться с переживанием, если вы. Каким переживанием? Зачем с ним справляться? Справляться с переживанием это, простите, как? Вообще. То есть, ну, что это такое? Справиться с переживанием. Часто ли вы вообще справляетесь с переживаниями? Если да, то опять же, для чего? Вот. Ну и так далее. То есть, это вот такие достаточно важные аспекты, на которые вам желательно обратить, обратить свое, свое внимание. Вот. Ну, я надеюсь, я надеюсь в это, в принципе, и сделайте. Вот. Такой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрушена. Глава прийти. dr..